Больше 80 лет это здание Мекка для талантливых и активных детей Кубани. Преподаватели Дворца Творчества уверены, их основная миссия это служение детям. А скука и безделье главные враги маленьких жителей Кубани. Поэтому здесь занимают каждую свободную минуту их свободного времени. Сейчас здесь занимаются 2000 будущих музыкантов, художников и спортсменов. Их талант нужно разглядеть и самое главное вырастить, говорят педагоги. Уже с трех лет ребенок попадает в их заботливые руки. Слободы короли уходят в море от земли. Детей учат считать и складывать первые слова. И все это в игровой форме, так им проще усвоить программу. Благодаря таким занятиям у ребенка развивается логическое и аналитическое мышление. И словарный запас становится богаче. Мы занимаемся математикой, складываем дебусы, делаем гололомки. А ты в школу через сколько пойдешь? Ну, через год. А ты уже готова? Ну, я думаю, да, готова. А помогает тебе вот это занятие здесь? Да, мне нравится. Любовью к творчеству могут похвастать и маленькие актеры. Настоящая драма разыгралась в соседнем кабинете. Здесь занимаются будущие Никулины и Маргуновы. Генрих, никто не виноват, что ты решил стать охотником. Да? А почему вы его от этого не отговорили? А еще друг! К международному конкурсу в Крыму готовятся юные хореографы. Пожелать ученикам удачи и поздравить с Международным днем защиты детей приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. После нескольких ПА, которые продемонстрировали воспитанники Дворца творчества, глава Кубани отметил, что только благодаря ежедневному труду можно стать успешным человеком. Вы такие красивые, такие талантливые. Я уверен, чем бы вы в жизни не занялись, вы будете людьми очень ответственными, которые знают, что такое труд. Потому что чем вы занимаетесь, это в первую очередь труд. Многочисленные репетиции, так ли? Вы идете к своей цели, будете ли вы известными танцорами, а может быть каждый поделит свою профессию. Я уверен, все равно вы будете успешными, потому что вы не боитесь трудиться, а это самое главное, трудиться над собой, трудиться над своими ошибками, исправлять их и достигать цели. Покорили губернатора и таланты юных художников. После небольшой экскурсии по Дворцу творчества, уже в неформальной обстановке Вениамин Кондратьев поговорил с педагогами дополнительного образования. В беседе глава Кубани высоко оценил труд учителей. Самое главное – заметить талант, не потерять талант, раскрыть его. И тогда это есть инвестиция в будущее, если мы на самом деле этот алмаз, который еще, знаете, он еще и не видно. Сделаем великолепную огранку вашими руками, руками педагогов. Что получится? Бриллиант, друзья. Вот нам важно эти бриллианты, бриллианты искать. Они есть, они сплошь и рядом. Очень важно дать ребенку кредит доверия, чтобы он поверил в себя. По-разному складывается жизнь взрослых людей и детей. Иногда случается, что ребенок теряет веру в собственные силы. Вот наша задача здесь его бережно подхватить, сказать ему нужные слова, показать ему его успешность и дальше вести ряд. После итоговых уроков и концертов ученики отправятся на летние каникулы. А вот педагогам предстоит немало работы. Нужно подготовиться к следующему учебному году. Тем более, что в сентябре здесь откроется айти-клуб. Детей познакомят с так называемой кибергигиеной. Ребята узнают, какие данные о себе можно распространять в интернете и как не стать жертвой мошенников. Искусство не стоит на месте, уверены наставники. Поэтому учебные программы во Дворце Творчества идут в ногу со временем. Инна Чайко, Алексей Комаров и Денис Москаленко. Кубань, 24. Краснодар.